всем привет с вами канала и вторая надежда мы сегодня с вами посмотрим чувства вашего партнера посмотрим что он чувствует сегодня к вам что он испытывает да в той ситуации которая сложилась между вами потому что порой нам хочется знать в той или иной момент что человек нам испытывает чувства это что испытывает это не обязательно люблю не люблю это самый разнообразный спектр поэтому мы сегодня все что карты нам покажет а сегодня у нас темная колода которая смотрит реально глубоко заглядывает самые потаенные уголки этому я решила взять ее чтобы поглубже посмотреть долгоиграющая ситуация которая должна была закончиться в принципе хорошо здесь перспективы в отношениях были очень даже неплохие но здесь вмешался третий человек в ваши отношения вы это реально понимаете с этим вы пытались бороться но ситуация в принципе здесь вышла из-под контроля и вы понимаете что это тот человек это может быть соперница это может быть там просто друг который вас там не взлюбил это может быть его семья но если семья то во главе опять же там мама папа там дочь сестра на какую как угодно смотрите по своей ситуации но вы стали понять что с этим человеком бороться бесполезно потому что но если так посмотреть в вашего партнера то персона вцепилась здесь мертвой хваткой причем а здесь королеву мечей но часто называют там злая женщина вражина жесткая соперница вот я здесь соглашусь и в этой колоде она именно так и изображена то есть маска маска здесь улыбающаяся то есть она может улыбаться в лицо она когда ей это очень нужно она не показывает своего истинного отношения истинных эмоций потому что она преследует свои собственные цели и не всегда когда ты преследуешь личные амбиции свои лицели ты можешь показывать свое истинное настроение истинное отношение к человеку но вот тут вот мы вроде бы видим да здесь доброжелательная такая моськах не знаю почему моська хочется сказать может потому что здесь все таки не совсем человек изображен да мы видели щупальца вот но выражение лица достаточно таки доброжелательно можете нажать на паузу увеличить youtube это позволяет прямо в момент того как просматривать не обязательно делать скрин как это раньше ну вот просто посмотрите вроде бы ничего не предвещает но вы посмотрите здесь головы да это жертвы которые уже пали к ногам этой персоны здесь королева мечей беспринципная которая если нужно пойдет по головам которые если нужно будет уничтожать любые препятствия на своем пути и вы это поняли для себя вы увидели что здесь но для в такой ситуации сказал бы вот просто здесь себе дороже себе дороже чтоб не тратить время чтоб не тратить нервы ну и ну и вот с этим да здесь и 12 наш аркан тоже говорит о том что здесь просто уже было бесполезно бы вы стали понимаете или знаете как в поговорке дело ясное что дело темное и событие это с партнером стали развиваться прям очень быстро то ли неожиданно появилась то ли неожиданно очнулась то неожиданно начала вот просто насмерть стоять за то чтобы ваш партнер не достался вам могла ли быть здесь магия да магия могла быть потому что видео вот такого то что все шло какому-то счастливому концу все шло какому-то стабильному итогу и результату и вдруг резко раз и что-то сломалась на в таких ситуациях можно подозревать магию я не утверждаю но я знаю что бывают мне в комментариях вопрос а может ли быть маги в этом случае может быть когда чувствую что здесь может быть какое-то несанкционированное вмешательство подавление воли другого человека попытка влиять на него это несанкционированное вмешательство так нельзя по большому счету мы хотя да кому какая разница у каждого свои методы борьбы а здесь за методами борьбами не за методами борьбы не постоять здесь не будут вы выбирать экологично не экологично правильно или неправильно ну ты конечно для вас то был большой удар здесь была большая неожиданность в реально стали подсчитывать потери здесь могут быть потери по здоровью здесь могут быть потери просто в психоэмоциональном состоянии ну конечно главные потери Это временные, когда ты понимаешь, что вот был пройден путь и все. Это, ну, такое, знаете, вот время, которое прожито в ожидании, в какой-то борьбе. А в итоге вы все равно понимаете, что ничего не получается. Потому что, ну, карту, сами видите, она, конечно, говорит о том, что, ну, вот, как бы уже все, да. Вот приходится смириться с тем, что мы имеем. Вот партнер ваш, сказать, чтобы он боролся за вас, я не могу. У меня вообще, вот, император всегда, ну, карта, во-первых, очень такая пассивная, карта стабильная. И многие уже знают, и кто у меня на вебинаре был, и, в принципе, по раскладам знают, что для меня император – это недвижимость. Вот в плане действия человека. Кстати, если вы новый человек на моем канале, у меня есть вебинар по классической колоде и по колоде «Черный гримуар», где я рассказываю, описываю каждую карту в деталях, что, почему и как. И плюс вы еще получаете наглядное пособие, которое можно распечатать по каждой карте. Все трактовки и ключи каждой карте. То есть, прослушав вебинар, вы уже можете взять колоду, и даже если еще не все уложилось в голове, вы уже можете получить ответы на свои вопросы по черному гримуару и по классической колоде. Так вот, этот человек больше наблюдатель. Этот человек, который считает, ну, вот здесь буквально, вот он посередине, между вами и вот той историей, которая случилась, занял место абсолютно пассивное, как будто бы он был таким арбитром, который в конце зафиксирует, ага, там ты за меня боролась и ты меня выиграла, а ты боролась, но не выиграла, ну извини, да, вот победителей не судит. Хотя сказать, что ему ваши отношения были ненужны и неинтересны, я не могу, потому что здесь тоже он держался за ваши отношения. Они ему нужны были, но они ему нужны были, чтобы они были, не чтобы он для этого прилагал какие-то усилия, а чтобы реально все плыло к нему в руки, а он для этого не прилагал никаких усилий. Вот здесь вот дно колоды, у нас тоже карта влюбленная и одна из немногих колод, в которой реально показано, что это действительно история о любовном треугольнике или о вмешательстве третьих лиц, потому что у нас здесь есть пара и буквально вот из-за туч таких вот, да, вот клубящихся вот появляется еще одна фигура. Да, здесь женщина в красном платье, то есть красный цвет, опасность, предупреждение, то есть ничего хорошего для этой пары, ее появление здесь не предвещает. И у вас до какого-то момента здесь может быть два варианта развития ситуации, которая произошла между вами, что долгое время она, вот эта персона, да, эта фигура, никак не выражала каких-то желаний, каких-то намерений, и была просто условно декорацией, которую в счет вы не брали. Это первый вариант. Либо второй вариант, ее не было, но она появилась. Как бы то ни было, просто в определенный момент появилась она или была ранее, она просто активизировалась. Вот ее приход, скажем так, виден был издалека. Вот, но угрозу, которую она несла, вот, а угроза здесь реально серьезная, она с первого взгляда была не очевидна. Ну, а дальше, я думаю, вы сами здесь прекрасно понимаете, что здесь было дальше. И партнер, который решил, что он, ну, за него должны решить, я так скажу. И он достанется победителю там или победительнице. Давайте посмотрим сейчас его мысли по поводу происходящей ситуации. Ну, как все закрутилось и завертелось, ему не совсем нравится, потому что он надеялся, что в этой ситуации он буквально вот перейдет туда, так вот благополучно и комфортно, куда придется. Вот выбор сделан за него. И он просто перешел спокойненько на ту сторону, которая выиграл. Не знаю, вот почему здесь идет вот реально вот соперничество, победа, а он таким вот трофеем здесь был. Ну, трофей с другой стороны, понятно, почему, да, вот как трофей. Потому что он ничего не делал. Он не выступал в вашу защиту, он не боролся за ваши отношения, он не пытался как-то, я не знаю, примирить вот эти две противоборствующие стороны, как-то повлиять на что-то. Он действительно такой, знаете, вот наблюдатель. Но вот его ожидание, что когда все закончится, все будет хорошо у него, вот эти ожидания, они у него не оправдались. Потому что его мысли о том, что вот не тот итог, который он получил на данный момент, он ожидал. И если вот так вот посмотреть уже вот по отношению к вам, у него есть желание с вами поговорить. Но здесь не просто поговорить там по душам, что-то обсудить, что-то рассказать. А здесь есть желание выразить претензии. Ну, вот слабо боролась там, или там не пыталась ему предложить что-то большее. Там никак не пыталась его вернуть, никак не пыталась повлиять на ситуацию. И вот странно, но в голове у человека, что если он на вас надавит, если он расскажет, что вы в этой ситуации, ну, обвинит вас по факту здесь, сделать вас виноватым, не то, что он ничего не делал в этой ситуации, а что вы как-то слабо постарались. И обвинив вас и вменив вам чувство вины, как будто бы все наладится, как будто бы в ваших отношениях снова наметится какая-то динамика для того, чтобы продолжить-продолжить и дальше раскрутить. Но опять же, вот посмотрите, здесь раскрутить по тройке пентакли. То есть, опять же, негласно. Есть одна сторона, есть вторая сторона и где-то третья сторона. Но он здесь, опять же, вот как будут развиваться ваши отношения, он попытается с вами договориться. То есть, обвинив, и вы почувствовав себя виноваты, да, действительно, я же могла, и он прав, там, и, ну, бедный, несчастный, потому что здесь человеку сослаться на какие-то ухудшающиеся там или ухудшившиеся условия, он сможет. Это действительно так и есть. Вот на вот этом вот эмоциональном фоне виноватой стороны вы сможете принять какие-то его доводы, условия или правила. Потому что здесь мы видим договор, да, с нечистой силой. Когда, там, какие уже усилия приложил наш товарищ, чтобы писать портрет с вот этой вот сущности, вот здесь вот, ну, реально остаётся только догадываться. Но мы понимаем, что опасность непростая, опасность, точнее, ситуация непростая, ситуация опасная, и здесь всегда нужно держать под контролем. Ваш мужчина согласен здесь держать под контролем. А то, что будет дальше, если завяжутся отношения, что дальше будет происходить, и он понимает, что это будет рискованное мероприятие, но, тем не менее, если вы поймёте, что вы в этой ситуации виновата, а тут, может быть же, и ещё моменты. Здесь нюансов в каждой паре много. Там, а ты знала, что я заболел, там, а ты знала, что у меня проблемы, там, не позвонила, не узнала. Вот здесь вот ко всему прочему, что, чтобы сделать вас виноватой, он может приплести, и ещё какие-то факты, которые реально имеют место быть. Потому что зацепить вас за сострадание, зацепить вас, а у вас есть момент, что можете пожалеть, можете где-то проникнуться, вот жалость такая накатила, и всё. Да, вот с вами можно договариваться. Готов. Вот для него это единственный такой вариант, то есть не попросить прощения. Вот смотрите, здесь не раскаяться, да, не объясниться, а просто грубой силой наехать и дальше взять уже бразды правления вашими отношениями в свои собственные руки и дальше уже выкруживать, выуживать. Видимо, с той третьей стороной пока договориться не получается, либо он, в принципе, не готов с той стороной договариваться. Хорошо. Но чувства. Мы сегодня смотрим чувства. Что там в чувства у нашего мужчины? Насколько там всё ровно, стабильно, гладко, хорошо? Давайте другую колоду сейчас параллельно ещё возьму. На чувства. Будем с двумя колодами одновременно работать. Я так часто делаю, мне нравится. Попытка взять всё под контроль. Попытка успокоиться. Попытка найти какой-то баланс и равновесие. Но это тщетные попытки. Всё равно настоящий эмоциональный фон по отношению к вам его не спрячешь. Он есть. И вот здесь, хоть эта карта немножечко про другое, но иногда карты нам показывают не своим номинальным значением по системе, по трактовкам. Иногда нам карты показывают образами. Вот посмотрите, как здесь вылетают его истинные чувства по отношению к вам. Он их давит. Он постарается об этом не думать. Потому что, ну, если начнёшь думать о том, что, ну, у меня же чувства, тогда у него жалость проснётся ко всему происходящему. Тогда он будет понимать, что его ведут к вам чувства. Не выгоды какие-то. Да, я забыла сказать здесь. Определённо есть выгоды по отношению к вам. Что-то вы этому человеку даёте. Как-то он вас заинтересован, помимо того, что продолжить отношения, вот для чего-то. Может быть, вы хороший собеседник, хорошая партнёр. Может быть, вы ему всегда помогали и готовы помогать. И не обязательно это только материальная сфера, но здесь две пентаклевые карты. Ну, может быть, вы ему даёте такие золотые советы, на которых он потом деньги зарабатывает. Опять же. Вот. Но если он будет думать про чувства, видите, которым пытается успокоить, пытается давить, да, но я сказала, здесь плохо получается, потому что истинно это не можешь спрятать. Это рано или поздно вырвется на поверхность, хочется тебе этого или нет. Но если он начнёт рассуждать, что это чувство, у меня по отношению к ней там не просто какие-то выгоды, даже если они и имеют место быть, то они вторичны. Мне прежде всего ведут чувства. А если чувства, значит уже вот наехать, обвинить, сказать, что это не я такой плохой, это ты плохая, уже не получится. Потому что если она отправит, а здесь есть риск, что не получится, договорится, здесь у нас двойка Пентакли, то есть здесь 50 на 50, да, вот на удачу попробовать. Ну, видимо, зная, что вы можете растаять, или вы склонны к тому, чтобы обвинять себя в каких-то ситуациях, ну вот ставку я на это поставлю, но 50 на 50. И если не имея чувств, а следовать строго выгоде, то, конечно, здесь вот это 50 на 50 не особо волнует. А если есть чувства, и ты идёшь, и из-за чувств ты возвращаешь человека, никаким образом получится, хорошо, не получится, ну и ладно. А ты будешь заинтересован в интересе. Вот почему здесь идёт у него борьба, когда он хочет буквально с холодным разумом, с холодным таким вот сердцем, со спокойной душой, всё хорошо рассчитать. Но есть чувства, видите? Причём чувства по отношению к вам, хоть я и не люблю такое выражение, но вот здесь вот оно прям просится. Это по судьбе, и это его урок пройти. Урок пройти, урок чувств, или урок чувствами. И вот почему он борется, и почему сопротивляется. Когда человек проходит урок, и чтобы понять, это действительно урок или не урок, мы должны просто увидеть одно. Человек стремится к этому, или человек от этого бегает. Опять же, работа бывает, да, там, или урок научиться говорить нет, или урок научиться говорить прости. У каждого в разное время эти уроки проходят. Кто-то в детстве и нормально проходит, а у кого-то и до глубокой, не знаю, какой-то взрослости не получается. Но вот у вашего партнёра урок. Здесь, кстати, я смотрю, дьявол. А вы знаете, в чём здесь дьявол подсказывает? Что действительно это его урок, который он не хочет проходить. Потому что, как я сказала, что если действовать с точки зрения любви, то это совсем другой подход и другая стратегия. И вот здесь вот сегодня любит, завтра ненавидит. У него такие чувства. Но здесь больше, знаете, ненависть даже не столько к вам, а ненависть к себе за свою слабость. Потому что всё равно прорывается. Потому что всё равно не может он это побороть. А посмотрите, здесь вот попытка успокоиться. Здесь тоже четвёрка мечей. Вот зависнуть. Это карта отдыха, это карта покоя, это карта вот зависшей ситуации. Вот она завиксировалась, пауза. А ей тут вот карта говорит, это ничего не получается. Не получается, чтобы я здесь не предпринимал. Потому что живые чувства, настоящие. Он может от них бегать, он может объяснять это разными словами. Он может обманываться сколько угодно, но вот это как подземный родник, который пробивает себе дорогу. И вот сколько ты его сверху не пытаясь залепить песком, глиной, завалить камнями, он всё равно найдёт. Если он уже стремится вверх, он всё равно пробьёт себе дорогу. Вот. Поэтому здесь и идёт, что человека мотает, человека калашматит. Кстати, вот в таком состоянии, когда сегодня люблю, завтра ненавижу, вот в момент, когда у него начинается борьба, борьба с собой, вот ненависть к себе, потому что ему не хочется быть слабым человеком. А здесь для него чувство это проявление слабости. Ведь если он заглушит себе чувства, можно к вам с наездом. А если чувство не заглушит, надо искать другой подход, более мягкий. Значит, слабак. Я думаю, вы понимаете здесь логику. И вот в такой момент вот ненависти буду называть вещи своими именами. Потому что дьявол в самых таких ярких, негативных проявлениях, конечно, это ненависть, это всё плохое. Он может появляться внезапно, как чёрт из табакерки. Он может начать спамить вас там звонками, сообщениями, там лайки. Может, если вы рядом там появляться, не совсем в адекватном состоянии, разносить сплетни, гадости. Поверьте, это вот такая вот жёсткая борьба с собой, когда он хочет самому себе доказать, что он вас не любит, он вас ненавидит. Вот поэтому я и гадости говорю. А на самом деле это не из-за ненависти. Вот представьте, насколько здесь ломает человека, что он хочет самому себе внушить, что у него к вам нету чувств. Он вас не переваривает там. Ему хочется гадости, ему не наготь. А вот, кстати, у нас колесо судьбы или колесо фортуны. Я говорю, что по судьбе ему пройти вот эти чувства, прочувствовать всё то, что он к вам сейчас испытывает. И только чувства способны. Вот здесь у нас тройка пентаклей и здесь тройка пентаклей. Да, вот проложить дорогу к вам, проложить дорогу к вашему порогу. Но опять же, посмотрите, здесь всё равно неразрешаемая ситуация пока в плане того третьего лица. Конечно, здесь всё будет на ваш суд. Конечно, здесь вы сама будете решать для себя. Вот нужна вам эта история. Да, вот этот вот винегрет, в котором каких-то треугла, в которых есть люди, которые не заинтересованы, чтобы вы были в отношениях с этим партнёром. Или вам не интересно. Но если вот так вот посмотреть на него, он, кстати, внешне изменился. Он подурнел, пострашнел. Это факт. Он это сам видит. Его это самого повергает в шок. Потому что, ну, вот то, что он получил, мы посмотрели, да, что тот результат, на который он надеялся, и то, что он получил, это две разные вещи. Получил он намного-намного хуже, чем то, на что он рассчитывал. И вот тут вот это вот состояние, что ничего не нравится, ничего не интересно. Ну, плюс, видите, тут ещё проблемка и задачка-то добавилась бороться с самим собой. А с самим собой бороться бесполезно. Силы равны, как ты себя не уговаривай, как ты себя не накручивай, всё равно, ну, история здесь будет не бороться, а только договариваться, пытаться какие-то компромиссы искать. Всё. А он борется, а у него борьба. Ему кажется, что он себя убедит. Вот поэтому, да, происходит очень мощная внутренняя работа. У него очень мощное сопротивление. Хотя он, может быть, сам и не понимает здесь причины того, вот почему он здесь подурнел. Но здесь ясно и очевидно. Дурные мысли, плохие мысли, переживания. Вот борьба с пустыми мельницами, которые тебя... С ветряными, точнее, мельницами. Пустая борьба с этими мельницами, которая тебя опустошает. Она даже на поддержании, конечно же, своего внешнего вида тоже нужна энергия. У него вся энергия уходит в пустую. Не знаю, может быть, здесь попивает периодически. А может быть, не периодически, а прям за поями, потому что здесь одна карта усиливает другую. Но вот опять кубки. Опять кубки. Он понимает, что он уперся в какой-то тупик. Он понимает. Это для него такая задача, с которой он не сталкивался. И знаете, одно дело, ты предполагаешь, что ты столкнешься с той или иной ситуацией, а с другой стороны, ты в эту ситуацию попал. И он бы сказал бы, что он здесь вляпался. Он здесь вляпался. Эта ситуация ему не по силам. Опять же, влюблённые. Если мы смотрим предысторию этой карты из источников, то это выбор между любимой женщиной и мамой. Буквально взрослый сын привёл невесту, невестку в отчий дом знакомец с мамой. И вот выбор остаться жить с любимой мамой всё-таки в доме, но мама не совсем сторонница, чтобы невестка была. Либо уйти от любимой мамы с любимой женщиной и жить отдельно. Вот у вашего мужчины здесь такая вот сложная дилемма. Пусть здесь не мама, пусть здесь какие-то другие обстоятельства. Но реально выбор очевиден. И этот выбор ему не по силам. Он не может здесь для себя выбрать. Он думал, что вот пока он бездействовал, наблюдал просто со стороны за тем, как развивается ситуация, он думал, что получится ему малой кровью выйти из этого всего. И надеялся, что фу, да, вот гора с плеч, я выдохну, и всё хорошо. А нет. Видите, здесь стали чувства маячить, так вот бить ему так по голове в темечко. Потихонечку, потихонечку. Но с завидной регулярностью, что он уже здесь с ума потихонечку сходит. Обдумая о том, как из этой ситуации выйти, потому что он же в любом случае рассуждает, как это всё может быть. Да, вот видите, единственное, к чему он пришёл, попытаться взять вас нахрапом. Попытаться сделать вас в этой истории виноваты, и тогда видь из вас верёвки. Вот. Но, вот если мы говорим, вот когда он думает про реальный выбор, который он должен сам сделать, и всё, вся его история на этом рушится. И не беспокоили бы его чувства, а шёл бы он только за выгодой. Да и плевал бы он на выбор, потому что он заставил бы вас, опять же, да, вот, и здесь, кстати, могут быть же и угрозы, да, и чувство вина, чувство вины, точнее, и угрозы, и всё. Он, не стесняясь, не стесняясь, пошёл бы за тем, чтобы получить свою. Получил, вау, отлично. Не получил, ну и ладно, может быть, там в другой раз. А чувство, чувство, чувство его заставляет действовать иначе, а это печаль. Действуя с помощью чувств или подгоняемый чувствами, ему придётся этот выбор дальше делать самостоятельно, а он невозможный. Вот в какой тупик здесь попал ваш партнёр, ваш мужчина, пытается здесь уйти в работу, надеется, что время, оно как-то поможет, но он всё равно понимает, что он заложник, он заложник. И роль его здесь, она вообще незавидная. То есть он сейчас, получается, управляемый вот этой ситуацией, и ему реально остаётся только надеяться на то, что как-то всё вырулится, как-то всё разрешится, потому что личного плана, как ещё можно благополучно для себя, спокойно для себя или с выгодами для себя выйти из вот этого всего, у него нету. Вот бегство от реальности, вот оно, на своей волне. Пока там какие-то опасности поджигдают, да, пока там с тобой может всё, что угодно случится. Вот ещё здесь чудесная башня у нас. Он пытается заниматься своими делами или он пытается мысли гнать, но это гиблое дело. Вот жить в какой-то параллельной реальности у него не получится переселиться, да, в какую-то другую реальность, в которой всё будет по-другому. Жить вот в настоящем, это в любом случае выведет его на принятие какого-то решения для себя. Конечно, мы с вами будем наблюдать какое решение, и совсем недавно я, кстати, делала видео по поводу решений, ну и на канале много видео и решений, и конкретные действия, поэтому поиск по каналу, посмотрите ту тему, которая вам интересна, если хотите наперёд посмотреть, что ещё здесь стоит ждать от человека, ну, конечно, обращайте внимание на сигнификацию. А у меня на сегодня всё, не забывайте ещё про мой телеграм-канал, где карта дня, где ритуалы, хорошее, да, уже могу прямо с гордостью сказать, практика по разрыванию энергетических связей, всё есть, присоединяйтесь, буду рада, буду делиться всё, всё то, что работает, с чем я знакома, что опробовано, сейчас тоже пробую одну практику, и по результатам, если прям всё получится, конечно, я с вами обязательно поделюсь. вот, это тот контент, которого не будет на ютубе, поэтому я вас приглашаю туда. Здесь хочется продолжать в том же контексте, что и было, чтобы здесь не было сборной солянки, а телеграм-канал позволяет его вести таким образом, которым нравится, ну, конечно, если вам тоже нравится и карта дня, чтобы ритуалы были, и какие-то приметы такие, которые работают, и что-то сделать, чтобы разорвать цепочку событий, либо направить в нужное русло, вот, всё, если что-то вот к определенному дню нужно, к определенной дате знать, я это тоже всё рассказываю и всё даю. Ссылочка в описании под видео будет в закрепленном комментарии, это самый первый комментарий, поэтому присоединяйтесь. На сегодня всё, встретимся с вами очень скоро, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok